Продолжение следует... 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 Водатель у вас получился. Смотрите. Так, да. Здесь было так, а здесь так. Здесь удалите, а это на второй. Это сварит. А, но сварит его не помечает. Да, и, да. Собственно, весьма вторая ошибка принес сварит в охране. Ударение. Сейчас. Что-то текст не послужит. Что? Текст. Так. 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 Здесь. 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 Там. Высоков даже не понятно куда отнесешься. Вот. Да. Там, тебя не нужно. о всем этом слове ва-да-дха ва-си-дарени можно встретить текст спасибо там ва-да-дха конец слова я тоже тебя забыл я тебя дома я тоже смотрел пересмотрелся черту посмотрите отводка ага молодцы понимаешь ребята да ну да ну да а ну да это же подписка что тут сейчас нет а а значит ну ты должен придумать где-то у меня какой-нибудь еще анализ видимо да вот ээээ я считаю вот это я который вообще-то в среднем роде но вообще-то такое может использоваться функция комплементайзера и так далее ну я вот как что скажем что древнерусское как какой-нибудь кв квит и так далее может иметь по контексту а первоначальное то которое но дальше ну то есть что там это мне кажется что это корень иш в смысле искать да и это то самое отговоренное имя со ступеней гуна в корне и просто вот и какое же имя эша мы пишем его отдельно и мне кажется что это генетиплуральс от эша генетиплуральс будет эшаном один общий вопрос почему что нет ударения на этом если это существует хорошо тогда это то что сместимин а и у нас какая-нибудь кинклитика вот все верно все эти правильные возможности выбираете вот главное я думаю такую кинклитику скажите подожди вот можно мне запретили я молчу я тебе говорю есть какая-то критика в конспекте которая действительно значит генетиплуральс от аян так что это значит это преподательное местоимение он этот из них их генетиплуральс вообще тут плюральс и не давали все же двое из всех лягушек к другой для их полчаса из всех она к другой они не режутся до этого как раз давались так и будет видимо тогда перечисло от двух а здесь всех которые это вы пишите конечно скорее про индоиранскую форму а не европейскую а наверное вот так вот а вот это уже верно но и долго так должно возникнуть да вот это уже так но строгое что здесь именно э а не что-нибудь еще не надежно может быть э может быть о пусть будет э да хорошо что это в славянском да ну э возникает конечно из формы из варианта с краткостью но тем не менее что это есть не только хометическое соответствие но и точности тот же смысл это просто два слов которые отличаются только своей вешней полочке одно и то же европейское слово да что их дальше так это дисперкальнисты менее другой другого хотя вообще странно я радовала кратко услуги один другой да да а другой другой ну тот падежи есть верно ну да не на теле а другой 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 другого ну другой другого да пожалуйста ну один другого по-русски да почему это самая речь в лакузативе а эту форму если можно попробовать перевести на латынь ну это слово наверное это слово это вы исходную форму написали а ту которая в тексте в лакузативе в лакузативе на лакузативе в лакузативе в лакузативе да в лакузативе в данном случае не отличается от европейской реконструкции сэк прекрасно все сохраняет а сэнсгейт отличается только тем что его акулищая система все превратило в оболоча и авторизация верни к и перед и это же эй слогового м конечно да но в этой форме уже в первоначале конечно о нас о том что говорили но мы не будем делать там достаточно это сокращаться дальше да во-первых так все таки первая строчка уже смысл ну вот когда когда из них из них совершенно верно когда совершенно верно один другого речь можно идти? все таки когда из них один другого речь ну там что такое будет глава дальше совершенно верно когда из них один другого речь Это слово «учитель» в генетиле. И критика, которая значит что-то типа «как». – Какой корень в «щекта»? – Учитель – это такой чак, который мощный. – Вообще-то это такое причастие с мокшим. – Ну, это не совсем причастие, это благотавь корни. – А, в этом-то да, в нашем. – Я с «щекта»? – Я с «щекта»? – Я с «щекта»? – Да. – А, у вас ударение в два дати так, чтобы было видно, что это ударное слово. – И что значит «вадати»? – Говорить. – А почему ударение? – Потому что в протосисе конструкции. – Да. – Потому что это под Янгл. – Что это? – Да. – Первый, конечно. – Да. – Какой шанс? – Тут, тут, тут. – Первый. – Это… – Надо подумать, наверное, может быть, просто первый. – Да. – Хорошо. – Дальше у нас, кажется, есть медиальное причастие. – Да. – Есть. – От корня «щикш», который учится. – Ну, это не совсем корень «щикш», там «ш», конечно, это явно совершенно тот же самый корень, что у вас уже был там «щик-то». – Да. – Но «ш», откуда это «шик», как вы думаете? – Что это? – Это какой-то бывший, может быть, бывший «с». – Да. – Ну, вот такие вещи потом превращаются во вторичные корни, действительно. Вообще говоря, в некотором смысле уже можно считать, что из корня «щикш», но он, конечно, очень прозрачным образом возникает из «щак плюс шо». – Какой-нибудь дезидератив. – Дезидератив, да. – Дезидератив, да. – А по смыслу подходит? – Что один учитель, а другой… – Ну, да. – Желающий. – Приняющий к этому учению, да. – Да. – И медиальный залог даже, в данном случае, не бессмысленный. – Да. – К шаманах. – Да. – Да. – Вот, ну, что здесь это… – Да. – Верно. – Всё, это твои первые две строчки осмыслитель. – Корничек. – Ну, когда из них один другого повторяет речь, как учитель ученика… – Да. – Как учитель… – Как учитель… – Как учитель… – Как ученик… – Как ученик… – Как ученик… – Что учителя? – Ну, он тоже повторяет речь… – Ну, он тоже повторяет речь… – Ну, конечно, там пропустен… – Это пропустен… – Как ученик… – Как ученик… – Речь учителя… – То есть, это такая же параллель, как с ума отца, да, Ула? – Ну, конечно… – Дальше… – Так… – Дальше… – Так… – Дальше… – Идёт у нас просто… – Ракван, который значит… – Весь… – Да, уже… – Весь всякий… – И очень хочется, чтобы он согласовывался словом Парва… – Хорошо… – Вот… – Наверное, он должен изменяться как лист и менее… – И это так и есть, как Экон… – Это… – Средний род… – Да, правильно… – Вот… – И дальше, вообще-то, у нас в двух вторых строчках идёт… – А подвощи с этой конструкции… – Ага… – К релятиву… – Ага… – И это… – Параллель Яду… – Ну… – Ну… – Ну… – Кажется… – Тогда… – – Это слово, которое вы видели… – – – – – Это… – Очень сложное слово… – Это… – Та же самая клетика… – Как… – Да… – А… – Это… – Ну… – Та… – Та… – Ну… – Да… – Вот… – Ну… – Я нашёл глагол… – Эээ… 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 – Ээээ… 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 – Эээээ… – Ээээ… – Эээээ… – Эээээ… – Эээээ… – Ээээээ… В собственном порядке попробуйте вычислить, какое значение будет с приставкой. Сами понимаете, как в любом благое из старшего образования, вероятность успеха весьма неповодна. В прозрачных случаях успех будет, в непрозрачных нет. Потому что и демортизация там постоянно наступает. Этих сочетаний сприверживаются. Полонки это должно как-то разрастаться, пухнуть. Нашли какое-нибудь слово? Тогда будет очень долго, может быть мне кто-нибудь поможет. Есть слово удача, которое... Да, есть слово удача, которое сам рутин. А есть слово полонок. Есть слово сам ритх. Но сам ритхи тут явно не пойдет, потому что никому не поможет. Сам ритхи не будет сложно сам ритхи. Нет, есть просто слово сам ритха. Что нашли еще? Сам ритхи. Сам ритхи. Какое в конце? Долг. Долг. Да. И еще предлагалось что, корневое? Сам ритхи. Есть сам ритхи. Сам ритхи, да. Сам ритхи. Значит, действительно, есть несколько образований. Но сам ритхи... Что значит, что-то более что-то типа удача? Значений действительно довольно много. И это очень трудное место, на самом деле, в этой строчке. И полгование сильно расходится, поскольку страшно много значений у слова парва и у слова сам ритхи. И то, и другое приходится подбирать среди многих возможностей. Это из таких типичных ситуаций, когда введа, когда такой уникальный контекст, общий смысл, которому, в общем, понятен, но как конкретно складываются отдельные части, возможно, время. Теперь вернемся к вашему вопросу, каковы тут санхи, сам ритхи, га, ибо. Что за «па»? Вот. Ну, это зависит от того, какое мы тут слово запостулировали. Потому что, если это слово, которое... Давайте так. Какое бы то ни было слово, кончающееся на краткой, как я бы... Я думаю, что это может быть просто причастие... Нет, причастие это не может быть. А если бы даже это был причастие сам ритхи, какая бы эта форма была? Да. Катки они бывали. Был бы... Ой. Это был бы нормальный мникель-подеж. Какой? Нормальный мникель-подеж, нет? Так, повезете, по поворотам. А, есть кто-то... Да, да, да. Кстати, Саша... Если корневую... Имеется вот такое. Имеется... Ну да, островый тарь. Имеется... Какой-нибудь из словарных вариантов. Ну, этот вариант не работает, потому что... А из этого... Что-нибудь может получиться? С чего-нибудь... Ну, может получиться... Просто вакатив, конечно, да? Что? Просто вакатив, но это... Вакатив, совершенно верно. Единственное, что есть, может получиться, это вакатив. Вакатив, ну, только, кстати, от формы, которые нет в этом списке. Словаре есть? Знаете, в словаре есть самурдгас, кратунгас. А с долгим, как раз, нет. А с долгим, нет. А, это, конечно, еще самурдгас, недобрасно. Это... Почему? Хорошо, да. Напишем еще... Нет, нет, нет. Порумовского. Это же... Я не буду, на самом деле, состоять в том, что просто неправильно на стороне долготры. А, очень хорошо. А женский род отрастался еще от правильного. Да, но долгий А нам нравится тем, что после него в номинативе как будто не должно быть С. Ну, у вас... А, это ведь гипотеза, да? Ну, да. Вторая гипотеза стоит в том, что, очевидно, это все-таки не кратко, а долгий. Вот это давайте рассмотреть, значит, вариант А кратки в номинате Гай и то, что будет в варианте с А долгим. А как дальше? Чем его можно уметь делать из-за констриста? Ну, сам Редгия уже все равно отпадает. Вот это? Женский род вот такого причастия, там, конечно, нужно постулировать два... Понятно, такое же это причастие. Ну, да, ну, да. Корневое имя. Ну, корневое имя типа Эши, который я хотел постулировать. Нет. Не типа Эши, типа Эши. Да, там была бы гунарка. Ну, там еще добавок был бы сам Адха, если уж все было типа Эши. Ну, не важно, на А. Другого типа. Это типа, когда вторая часть из чистой корень, и вот чистой корень плюс А. Может от такой формы быть какая-то основа формы, но, кажется, не должно быть. Пожалуйста, ко всем вопросам. Инструментальный. Да, конечно. Правильно инструментальный. Совершенно точно самым нефа. А от второго варианта... А от второго, может быть, номинатив? Да. От этого, может быть, еще номинатив. Да. Ты что же знаешь, что это слово... В эпосе, только этим и ограничилось бы дело, что от сам Ринка... О, будет только номинатив. В Ведах. Обратите внимание на маленькое замечание, которое есть вот в вашем страничке про Веды. Что, вообще говоря, в принципе, возможно из вольности склонения. Вольности, что это не санскими. Да, возможно... Что? Волга в двойственном числе. Все верно, но в двойственном числе... Игуменительно множественного среднего рода. Что? Игуменительно множественного среднего рода. Да. Еще что? Не с до окончания, до особого окончания конкретного в планении, единственное, что, может быть, использовано исходное общее окончание. И что тогда будет? Какое общее окончание инструментариста? А, крупный. Что-то будет сам ридгат и А, крупный. А очень крупный. А очень крупный. Надо быть все равно нормальной двухморной долготы, не больше. Вторая возможность, что именно в ведах и от этой формы сам ридгат тоже может быть инструментальность в ведейской способности не использовать эти помогательные Н, Е и так далее, которые закрепились в окончании санкции. Нормально, в обычном юридическом санскрите. Там будет, соответственно, сам ридгат. Поэтому, строго говоря, от какого из двух? Ясно совершенно, что это инструментальность. Это бесспорно. Но от сам ридгат или сам ридгат эти возможности обе есть. От сам ридгат просто все обыкновенное. От сам ридгат. От сам ридгат в том случае, если здесь предполагается вот этот лидийский архаизм, стоящий в том, что это просто сам ридгат плюс А. Долгое, когда вместе с сам ридгат. Ну, значение одно и то же. Так что это два решения, которых мы здесь не различим. Тем более, что других примеров нет. Это единственное место. Другое дело, что что значит сам ридгат? Что такое инструментальность от слова, имеющего массу значений? Какие за значения там для сам ридгат? Удача, кажется. Ну, удача, прямо надо сказать. Наречное завершение, какой-то успех. Ну, исполнение, завершение. Значит, действительно, из предлагавшихся переводов, самый простой, по-видимому, это явно инструментальность наречного типа. Что-то типа полностью. Ну, соединение всего-всего вместе получевшегося. Иногда это место пытается переводить как в унисон. Ну, под гадовое, под то, что речь идет о лингушачьем. Кватками совместно. Так или иначе, ну, вот самое вероятное, наиболее простое значение – это полностью совсем. Ну, и, наконец, парма. Парма – это что, слово предназначено? А где вы пишите парма, что это за слово? КС, но и прочее. Я думаю, что существительное. Да, существительное. Что там в словаре? Парма и есть вариант. Парван. А в данный случай какой? Рот, по-моему, в данном случае. Рот, кажется, средний. Парма пишите. Ну, в скобках, чтобы это показалось. В первом случае. Парма. Тоже самое. Нет, не так. Тоже средний. Вот. Выбор какой? В тексте у вас какой? В тексте, собственно, вот этот и... А в каких же случаях такое слово будет просто на «а» кончать? Да, да, да. Опять в угадке. Да, да, да. Опять все плохо. Но с ним согласуется... Сейчас все лучше. С ним согласуется... Сарвом. Сарвом среднего рода. Это все уже становится. Все хорошо, у вас будет слово из третьего рода. Это вы в контест увидите. Так, каким же образом он может кончать? На «а». Посмотрите на «парван». Слово образуется. Посмотрите, сломление слова «арван» по образцу. Слово образуется. Слово образуется. Ну, как, кажется, вот... Включение это слово «парван». Да, ну, какие-то... Значения это... Нет, полезно прочесть... Узел на рост. Глава раздел книги и лунный дит. Еще кузел на рост. Нет, это специально подобная шахместоматия. Это надо из словаря, где действительно имеется значение. С собой ни у кого есть говорили? Узел на рост, смерть, часть тела. Просто часть любая, времена, кажется. Прочтите все списки. Нужен манерный виленцем. Узел, перерыв, часть тела, фиксированный период времени. Да. Живоприношение. Так. И тогда... А вот эти значения хотя бы есть, которые только что были названы? Да. Ну, тут много. Нет, я хочу, чтобы вы продемонстрировали именно всю множественность. Прочтите, не скрывая ничего. Часть ступень. Часть сложного слова. Так. Специально какой-то достигаем. Дни четырех, что-то фастуны. Так. Ну, просто это полезно, потому что парва принадлежит к числу таких характерных для этого языка слов, в которых первые 25 значений вполне актуальны. Следующие 20 уже редкие. Еще 20. Иногда. Ну, вот, короче говоря, полный список мы не услышали. Начало сочпонечитательского списка такое, значит, поэтому, к сожалению, выбрать очень трудно. Но в вашем переводе, конечно, уже даны только те, которые... Это откуда вы взяли... Я думаю, что это был такой хитрый забот в Понио Биллинсах, где было выбрано только то, что характерно неликвенту. А, нет, подавлялся, да. То есть фильтр стоял довольно... Да. Ну, вообще говоря, это часть отчленения чего-то. А чего именно? Может быть, очень разных вещей. Может быть, совершенно физическая там часть, часть чего-то. А очень часто это часть у некоторого учения, некоторого урока, некоторого ведийского чтения специального. Большинство слово «парва» – нормальное название для частей Мааккара. Они называются, соответственно, «ады парва» и так далее. Глава. Каждое следующее называется «парва про что-то». То есть это такой раздел, часть. В данном случае самое вероятное, опять-таки, из многих значений здесь, хотя, повторяю, это место трудное, оно трактуется разным комментатором по-разному, но я думаю, что, конечно, самое вероятное и самое простое – это то, что это часть ведийского чтения, то есть некий урок, который положено было произносить вслух. Вы понимаете, что все это есть образ, соединяющий два, так сказать, две картины окружающего мира. Это кваканье лягушек и поведение брахманов, которые производят священное чтение. Главное общее состоит в том, что они все говорят одновременно. По отношению к фрагматам, вообще говоря, этот текст не совсем… Обгивалентный. Да, обгивалентный, как можно сказать. Он такой несколько… Но это нам так кажется, потому что мы сейчас считаем, что лягушки – это такие низкие животные, незначительные. А поскольку это было не так, лягушки были правосвестниками периода дождей, влажности, следует на чего-то очень драгоценного для индейской жизни, то они, животные, ценные, и с ними можно сравнивать и таких ценных представителей сообщества человеческого, как брахманов. Поэтому, поскольку в рамках этого сравнения, скорее всего, Парва назначает урок из реглей. Ну, из вед. В частности, из реглей души. Вот так и будем это понимать. Тогда что значит на третьей строчке? Все третья строчка? Когда? Нет, когда… Тогда. И тогда здесь нет. На самом деле, вы поторопились сказать, что… Как так? На самом деле, все это находится еще под начальным «я» этого глагола здесь нет, поэтому мы прямо не увидим. Потому что пока не наступит следующий «я», который в четвертой строке, который рисует сам по себе. Здесь просто нет специальных претикаций к продолжению. Ну, попробуй перешти первые три строки вместе. Когда один из них повторяет речь другого, как ученик, речь учителя. Так. Итак, и так, и так, и целый урок, тогда хором. Почему хором? Ну, если мы решили, что самар джаа, мы инструментали все это хором. Говорит, полностью? Полностью. Или полностью, да. Как целиком? То есть, с саром и самар джаа, тогда значит одно и то же, примерно. Целиком урок? Нет, вы правильно сказали, что саром относится к… Ну, впрочем, тут имеется две возможности. Значит, еще раз, значит, как третья строчка у вас тем самым буквально звучит? Просто, сперва буквально, пусть, корява, но буквально. Ну, целый, так… Ну, целый – это вы сам вам переводите? Ну, весь вопрос какой-то. Весь, так. Весь, а в среднем, вроде, все. Все. Так, они… А так, это у вас тад? Ну, да. Нет, тад – это не так. Кстати, у вас написано тогда, а это я, кстати, не покритиковал напрасно. Что значит «так» буквально? Значит, каждый раз, когда вы пишете не первое, а второе, третье, четвертое или пятое значения, надо иметь в ряду. Надо иметь для этого специальное основание. А исходное – это тад. Что такое исходное тад? Это… Тон. То. То. Нет, то. Это совершенно русское «то». То происходит из этого «тонт». Ровно таким же образом. Да. Поэтому первое – «сар вамтан». Может быть, целый урок… Все то. Все то. За урок мы не нашли еще по фразе. «Сар вамтан»? «Сар вамтан» означает «все то». И не надо потом никуда уходить. Потом можно говорить. «Все то». Ну, урок тоже замените каким-нибудь словом «средний урок», чтобы… «Все то» – пропустим голосом. Пропустим «не учителей». Пропустим голосом. «Все то» – дальше. «Все то» – как урок. «Все то их поучения. — Полученное получение? — Да, не получение. Ива Парва. — Как получение? — Да, из чего видим, что это не Сарва Парва, а всё то ихнее. — Как упражнение? — Как упражнение. Всё то их, как, полностью как упражнение. Вот всё то их, что их. Всё то их, то есть их дело, их занятие, их ситуация. Всё то их, вот теперь уже буквально, всё то их полностью как упражнение в чтении. — То есть, грубо говоря, здесь бы в греческом стал артикс перед этим. — Что? — В греческом стал артикс перед этим. — Стоял бы, да. — То есть, все вот эти вот действия, которые в первых двух строках, вот это всё выглядит полностью как исполнение проживания. — Ну, опять-таки, в западном языке язык была бы связана. Есть, как бы, как бы... — Тире. — Тире, да. Вот здесь, вот здесь. Но для языка... — Санскрита и русского одновременно не требуется. — Всё то их буквально, ну или всё это их... — Всё это ихнее... — Полностью... Совсем как... — Совсем вот... — Да. — Совсем как урок. — Совсем как ведийский урок. — Вот самая трудная строка чуть ли не все его Гелина. — Дальше. — Вот. Это... — Опять, конечно, разноцовый. — Да. — И это слово, которое, мне кажется, вот такое просмотрительное. — Хороший. — Это не причастие. — Да. — Это... — И как построены... — Напишите, вот здесь отдельная основа этого слова? — А почему же тогда у вас... — А с... — Ну, в смысле... — Ну, в смысле, в интернативе... — Ну, у вас какая здесь форма? — Мне кажется, что здесь... — Мне кажется, что здесь должен быть... — Ну, вот эти... — А вот эти... — А там был... — И это... — На втором... — На втором... — А, да? — Да. — Ну, так вот... — Не знаю. — Вы придумаете более удачный вариант. — Не, что первая речь у тебя была... — Какой формы слова? — Да. — А первая речь у тебя была... — Ну, просто ватч. — Давайте. — А, да, все... — Да. — А... — Так, и что это... И какая форма тогда? — Ой... — Ну, тогда, кажется, выходит... — Что... — А куда тебе плюральность? — Эээ... — Как... — Не, не только... — Ну, да. — Ну, вообще-то... — Для того, чтобы понять, какой тут нужен падеж, нужно разорваться с глаголом. — Всё, оставляй. — Правильно. — Разумно. — Ну, ладно. — Значит, всё, а что пока что висит не до конца, разумно и дальше? — Глагол... — У меня есть... Ну, я-то считал, что это метик, и дальше это то самое на, которое... — Которое... — Ну, вы всё равно поддались, очевидно, на амитацию и стёрли это. — Поэтому... — Что это значит? — Я просто представляю, что это была какая-то видийская особенность. — Да. — Что было окончание цехана. — Да. — Кажется, это второе февральное сменение. — Да. — И что тогда... — Да, и что тогда... — Ну, только не медий. — Аксесс, да? — Просто самое обыдное мнение. — Вы говорите? — Вы говорите. Значит, напишите отдельную форму «вы говорите». санскритическую форму «вы говорите». — Значит, напишите двух вариантов, санскритическую и лидийскую. — Это какой вариант? — Это лидийский. — А санскритский? — А санскритский? — Кажется, просто у Вадаха. — Ну, у Вадаха. — Нет, это «в» нормальный. — Вот, пожалуйста. Это первый раз нам встретилось. Ну, вот ради этого... — Вадаха. — Вадаха, вы говорите. Значит, здесь вдруг меняется субъект. До этого лягушки описывались третьим лицем. И тут, пожалуйста, прекраснейшим образом дальше выступает форма «вы», потому что вообще, с одной стороны, говорится о них, с другой стороны, неважно, мы не председательским, и мы обратились. Это вот вещь, которую я даже как бегло вам говорил, что за свет не столкнется. Но вот первый раз... — А, ну, тогда все понятно, сувачивый, укативший. — Причем это поставлено в придачное положение. — Вы говорите. — Парва ядва датхана. Это упражнение в чтении, которое вы произносите. Ну, и осталось «Адди» — «Апсу» и «Сувачу». «Адди» — это наречия, которая значится. — «Ух, прекрасный». — То есть «Ухотех» так маркируется. — «Ухотех» — это... — О, прекрасно голос. То есть это в Академии. Академия. Академия. Нет, не Абсо, а Академия. 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 Может это начало предложения, конечно. Какое ударение? Не считаю отсутствия. Где там ударение? Отсутствие не пройдет. Отсюда уже не пройдет. Не пройдет. Какое ударение? Какое ударение? Адм, ровное ударение. Собственное ударение. Форма Вададхана. Оно уже есть. Может он ударение не пройдет? Потому что это подъех. Подъех. Своё яд. И что же это значит? Адм и Аксо. Аксо. Что это слово воды? Которое кажется плюралетантным. Кажется что? В основном да. Иногда очень редко бывает. Но вообще это очень плюралетантным. Симуляризм. Мы хотим упираться. Это слово значит на водах. А это слово значит сверху. Это как бы... Водах сверху. Правильно. Да. Сверху вот если угодно. Но это было бы модернизация. На самом деле отдельно адми. Наверху. На водах. Сверху. Сверху на воде. На воду. Ну куда это всунуть? В этот синтаксис. Ну это должно быть дополнение. Что вы говорите? И что же вы говорите? Сувач вы нашли? Это значение для Сувача? Ну Красноречие. Нет. Красноречие это... Неправда. Красноречие это было какое-нибудь слово среднего рода. Сувач. 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 Слово мужского. Мужского, женского, общего. Интересно. Может ли тогда быть вакатив? Раз мы обращаемся к привычкам. Пожалуйста. Ответ на вопрос будет тогда в виде... Вашего текста. Может ли это быть вакатив? Ко всем вопросам. Почему нет? Удаление. Удаление? Совершенно верно. Вакатив был безударный. Он находится не в начале. Был бы вакатив, было бы не Сувача. А то же самое без нашего удаления. Вакатив отходи. И на крайняк Сувача. Что? И на крайняк начальное ударение. Ну да. А если бы он вообще был в позиции ударности, то есть начальное, был бы Сувача ударный. Формальный. Это, на самом деле, чаще в такие слова не переходят. Но неважно, это апарты. Значит, не проходит еще что-нибудь думать. Я на самом деле не хочу в школе. Почему его не подходит? Ну да, а куда эти флюралис, собственно, не подходит, потому что оно не значит и знать о том что речь. Оно не значит и знать о чем-то. И тем более, во множественном месте. Что? Они говорят урок, но это и есть дополнение, которое я... Дополнение уезжаете я, которое они говорят. поместье дополнение заняты в этой фразе так что напрасно вещи дополнение такая удивительная вещь прости господи приложение все совершенно чисто вы которые вы говорите красноречивцы которые вы красноречивые замечательно сказано упражнения чтения которые вы красноречивые говорите на водах драгоценный дождь и они уже не на высохшем хруду, а в прожженном состоянии водами становятся красноречивыми, светлые черноречивые картины на самом деле то есть получается это у нас одна большая подваточная клауза которая не совсем так значит здесь ну то есть верно следующее это все одна фраза в которой дважды встречается предаточное относительное значит давайте границы но второе предаточное относительное это четвертая строка а где границы первого предаточного относительного поищите потому что там все таки есть и и и и аподосис как вы хотели и в чем он состоит так ну а вы идите буквально русским перевозом он будет легче еще раз иди что ну я ну что когда пожалуйста да это то из них один другого речь повторяет Ученика-учитель. Так, оборот. Как? Ученика-учитель. Ученик-учитель. Как? Ученик-учитель. Ученик-учитель. Кончилось, предатель, или еще не кончилось? Да, не кончилось. А, вот правильно. Кстати, это и сказали где-то по ходу. Да, но я думал, что да, 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 коррелят. Оказалось, что нет. Нет. Ну, вот сейчас мы уже переводим иначе это. Все это, а вот коррелят, большой коррелят. Все-таки коррелят. Все это, все это, это. Да, но они в соотношении с ядом. Ну, да. Ну, нет, в том смысле, я согласен с вами. Это, смотрите, коррелят, если содержится. Это, то есть, который, да. Вот, буквально, да, да, целая. Какая же предликация, какая-то предликация в подросе, если в главном предложении? Главное предложение, вот, 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 вот эта предликация, который... Нет, это, 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 пёртое не трогайте пока что. Нет, это, это, вы слишком много взяли. Я же у вас, скажу, его нужно. Ну, тут есть, это самое, как, это, там, тире, который... Ну, именно, конечно, сказуемое Ива Парва. И все, все остальное, все это. Ну, Ива Парва сам Редга, чтобы быть точным. Это то самое пропущенное «из», которое было бы, обличане, но совершенно ясно, куда бы он вставил, никаких проблем не было бы. Все это, все, все это ваше «из», «эз иф» и так далее. По-русски и по-санскрейски приходится вот эту безумную мучиться, потому что этого «из» нет. Тут некоторых неудобств, но тем не менее, смысл у меня это. Вот, когда то-то, то-то, когда они там говорят друг другу, подобно учить ученику и так далее, все это, тире, как бы урок, как бы брахманский урок. Который урок уже... Который уже не может. А дальше продолжать. И, конечно, это все одна фраза, в которой вы, ну, дальше вы, красновечивые, произносите уже на водах, а не на свытости. Да, да. Ну что же, вода, все. И хорошо, мы помочились, но это ничего удивительного. Это самая, пожалуй, трудная страфа всего гимна. Так что, пожалуйста, попробуйте теперь все вместе перевести уже к ладху. Простите, пожалуйста, а почему вот и над глаголом, и над привербом ударение? Как? Вот в аддатха ударение и на адхе ударение. Почему? Они не относятся друг к ладху. Это... Вададхана. Они здесь... Вададхана. Имеет ударение, потому что подъят. Ну, понятно. А адхе отдельное слово, которое стоит не спереди. А, сверху. Ну, то адхе могло с ним слиться и потерять. Спасибо. Ну, вот. Когда из них один другого повторяет речь как ученик учителя, речь учителя, то все это как целиком урок из ряда, который вы, красноречивцы, говорите на водах. О, хорошо. Еще осталось последнее упражнение. Прочай, это... Какой размер? Ну, там, приштука. Приштука. Я... Я... Сейчас, а как же у вас пошли? Сейчас эта первая строка не проходит. Да. Значит, слово... Что делать? Сколько словов, что ли, струки у вас? Так. Посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, девять, девять, десять. А, нужно один больше. Это может быть у Ачим? Да нет, у Ачим это не делается. Начальное войне завершается. Ищите другое место. А, не Россия? Ну, у вас там есть один йод, другой йод и третий. Каждый может дать И. Если вот этот йод может дать И, непонятно, почему вот этот не дает? Нет, это совершенно ничего не значит. Один нужен для размера, а другие могут быть... Ну, может быть, что просто в Ачим долгий, в Ачим... В Ачим. Ну, может быть, такое решение, да. Но это как раз решение, которое во много раз реже встречается в Ведах, чем обыкновенное растворение... И или ВО, которое стоит перед гласным. Между, после согласным и перед гласным. А в Эшам, где-нибудь пилептюрадис, это очень часто. А, это двойная А. Да, все верно. Значит, у вас имеется несколько решений. Нет, это не очень часто. Эшам, конечно, двойная, значит, очень часто это привидично. Значит, может быть, Эшам, лишний слог, может быть, Анио, лишний слог, может быть, Аниасия, два лишних слога, может быть, ВАА, чем-то так далее. Два А вместо одного – редкое решение. Решение типа Анио или Аниасия чрезвычайно часто. Поэтому, конечно, надо останавливаться на нем. Ну, поскольку у нас особенных оснований для выбора, кроме этих, нет, я просто скажу, как обычно это рассчитываю. Обычно считаю, что вот этот, Ё, можете превратить в ПИ, когда простите, простите, разно. Я дышим Анио, Аниасия, ВАЧАН. Нет, Аниасия. Аниасия, ВАЧАН. ВАЧАН, да. Вы напрасно произносите санскритское В, как у Орн, английский. Это не запросто, что... Ща. ШАКТАС, ЕВА, ВАДАТИ, ШИКСАМАН. ШИКСА. ШИКСАМАН. Да. ЦРВАМ ТАДЕШИМ... Нет, ЦРВАМ ТАДЕШИМ, правильно. ЦРВАМ ТАДЕШИМ, САМРУНТХАВА, ПАРВА. Да. САМРУНТХАВА. ВАДАТХАВ. ЦРВАМ ТАДЕШИМ, САМРУНТХАВ. ВАДАТХАВА. ВАДАТХАВ. НАДЬЯПС. ВАДАТХАВНА. НАДЬЯПС. посчитайте еще раз ну там я пытался остановить где? не хватает слога и в последней строке тоже на счет чего мы в обоих случаях это самая тривиальная вещь что и краткая все спасибо зря но она себя заслуживает у нас все таки осталось некоторое время для более легкой стопы кто просит на более легкую стопы? что-то осталось у нас даже не знаю как быть ну давайте быстро это сделать но не быстро мы продвигаемся по тексту но это вам не про Нали читать так что значит реконструкция в браильгарапейской форме я не стал в это вбекать очень хорошо да ну правильно конечно собственно говоря я думал стоит ли нам сейчас в этом вбекать или нет но это действительно так значит какое размеры 345 да разрешено а то а то нет тогда не будет волковь вот пришел не выйдет тут они нет вот нет все они вот 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 Продолжение следует... 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 Пища 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 Это наш такое что-то Пища У нас по вашему ща Санкредственность Наша ща Санкредственность Но я вспомнил Какого корня вы знаете Писатель Я знаю А значение подходит? Как-то Ну если вырезать, то да Ничего подобного нет Значит, как вы берете пищу? У меня есть у него обдувать, обтесывать, вырезать, украшать Украшать, совершенно верно Ясно, что писать Лучше всего сохраняется в значение Живописец, а вовсе не Писаная красавица Да, писаная красавица Конечно, первоначальное значение писателя То изобретение писемности Прохладнее писать И он прекрасно сохранялся там писать Масло, это вот и есть Древнее значение корня Который уже просто совпадает На значительной степени Санской этой пищи Ну и пестрый, как известно Часто считают, что и пёс отсюда Ну про пшадиски Очень надежно А про пестрый, пестрый Это и то, и то, и то, и то, и то, и то, и то У нас пестрый здесь нужен Ну какой-нибудь другой скажет Так что пишите, пожалуйста Это, конечно А некоторые Не точно состоит в том, что в санскрите То есть в латыни тоже есть соответственно У нас званкий вариант Пинго Ну это закон какой-то Ну 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 все, понятно Ты еще второй Это будет пинго Хорошо Хорошо Ну подушку Пикару Мы где-то вот здесь остановились На самом деле Да Есть самонарм Который похожий Одинаковый И исходный Нам это имя Нам Бибгратос Это Бибгратос Бибгратос Это презентативное участие Адбхар Да В номинативе Бибгратос И здесь Под третьим классом А вообще Обычный Бибгратос Обычный Бибгратос Удвоительный Нет Это самое частое Продевание всех Эстоматий Форм От этого Бибгратос Первый Бибгратос Ну Первый Ну вот Вообще Здесь явно И третий Класс Но вега Действительно Третий Класс Довольно активен Вовсе Не так Вепус Бибгратос Потому что Здесь Слабая Ступень Суффикса Она Довольно Двое 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 Простите Что Такое Приводство Каска Тут Есть Целая Бородчика Филлерия Смейте Ну Руба Это Внешность Да Это Развнешность 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 Да По-русски Очень редко Это бывает Но бывает Все-таки Образование Какого-нибудь Типа Размного Оно устроено Таким же Амбир Разные ноги Да Вер Конечно Раз Но С видом В разные стороны Различные Различные То пожалуйста Различные 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 Первоначальник Слово Различные И Павел Совершенно Как Верупа Очень хорошо Да Верупа Разликие Правильность Очень хорошо Различные Верупа Если Не стесняться Выходом За пределы Строгого Литературного Языка Все Да Ну Это Аттуру Которое много Да Но Речи Стра Ну Разными Способами Да Многими 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 А это Литовская Лупа Да Которая Губа Да Оно же Лупа Губа Оно же Что Рупа Ну Это Губа Видимо Какое-то Специфическое Понимание Что Рассудит Рекцов Возможно Но Это Такая Общеплина Рекцов Ну Ваши Многие Да Да Еще Все И Ван Так Это Тоже На Тоже Здесь нормальный Судить Потому Что Неудовоительный Глагол А Какой Класс Отойдите Первый Первый Все Пожалуйста Переведите Один Мучащий Как Корова Другой Блеющий Как Котел Один Пестрый Другой Зеленый Из Тех Да Из Из них Один Различные Носящие Одно имя Да Это Да Ну Просто По-разному Нося Одно имя Собственно Приведите Часть Между По-разному Нося Одинаковое Имя Различные Говорящие Многообразно Украшают Речь Да Украсят Речь Да Хорошо Но Обережайте Даже Время Еще У вас Есть Минут Есть И То Чтобы Могу Честь Оригинально Гомаю Эко Аджамайзур Экап Нет Не сходится Эко Аджамайр Экап Аджамайр Экап Пршниру Эко Гарита Эка Эшам Ага Сама Нам Нам Биб Грато Биб Грато А Биб Грато Група Биб Грато Група Пуру Травача И Пищур Вадантах Ага Ну очень хорошо Теперь у вас есть время Сейчас Солцет уже Не так Медленно Гомаю Эко Аджамайр Нет Это Аджам То же самое Все хорошо Делаете Но Вы красивы И потом Какая пауза Вы красивы Гомаю Пауза Эльб Это совершенно Можем Сокровать Странно Расстраивает Голос Анароза Володец Ну вообще говоря Кстати сказать Для тех Кому Это Такое предложение Не является Мыслимым То Поется Гомаю Аджамайр Эко Аджамайр Эках Пуру Травач И Пищу Водан Спасибо Все Отличательно Итак Мы уложились Все Ну вот С тем Что вы узнаете Когда Все-таки Переверите Даст Семенительное Залейте Провести Потому что Не жалко Ветеряйте Четвероящее По Предварительным Вроде бы Обсуждением Пятницы Вероятным Потому что Полезельник И вторник Говорят Другие Аудитории Ну в общем Как только Будет известно Разно Спасибо